Здравствуйте! В студии столицы Нижний Евгений Деревянко. Коротко о главных темах выпуска. 11 миллионов на московские списанные трамваи. Депутаты Думы Нижнего Новгорода обсудили целесообразность расходов на поддержанный транспорт. В Нижнем Новгороде изменили подход по продаже и аренде муниципального имущества. Объекты будут предлагать предпринимателям в рамках Дни открытых дверей. Музейная жизнь. В Нижнем Новгороде открылось новое галерейное пространство. Депутаты Думы Нижнего Новгорода оценили целесообразность передачи муниципалитету 11 трамвайных вагонов из Москвы. Напомню, ранее город получил их в виде подарка. Их доставили в Нижний в конце прошлого года. Транспортировка обошлась в 9 миллионов рублей. На ходу находятся только 8 вагонов. Остальные пойдут на запчасти. Между тем, столица готова подарить нам еще несколько вагонов. Депутаты предложили изменить подход к оценке таких подарков. Судя по тому, что год выпуска 11, это в принципе свежий трамвай, но так как Москва очень так жестко их эксплуатирует, потому что все-таки Москва там и пассажир поток другой и все. Судя по картинкам, что я видел, износ большой. У нас будет на следующей неделе комиссия по транспорту. Мы этот вопрос зададим. И может действительно, как у одного из представителей комиссии по транспорту, отправим его в Москву, чтобы действительно своими глазами он видел, что мы принимаем на баланс нашего города, чтобы не получилось так, чтобы мы привезли у нас металлолом. В Нижнем Новгороде изменили подход к продаже и аренде муниципального имущества. Объекты будут предлагать предпринимателям в рамках дней открытых дверей. На первую встречу пришли предприниматели, которые готовы приобрести нежилые помещения под свой будущий бизнес. На выбор представили 48 объектов. В основном это свободные площади в подвалах и на первых этажах многоквартирных домов в разных районах города. Тем продолжит Юрий Афров. Это здание в Сорумском районе не эксплуатируется с начала 2000-х годов. Здесь нет окон и двери, а помещение находится в полуразрушенном состоянии. Добраться сюда нелегко. Тем не менее, начальная цена объекта составляет 6 миллионов 189 тысяч рублей. Объект становится интересен, если он расположен на определенной улице лицом. А если он во двор, то это никогда не будет сдаваться. Это будет день 40. Они будут выкладывать, мы будем смотреть и они будут опять их выкладывать. Акционы не будут состоявшимися никогда по таким объектам. Подобные помещения выставляет на торги комитет по управлению городским имуществом. Сейчас механизм по их реализации изменен. Если ранее помещения продавали через сайт администрации, теперь для этого проводят дни открытых дверей. В этом зале собрались реальные покупатели. Новый формат им нравится больше с небольшими «но». По объекту очень много хочется увидеть вещей, которых нет сейчас. То есть элементарно план объекта, фотографии. То, что интересно, наверное, любому предпринимателю. Согласована ли вывеска, сколько там электричества и так далее. Начинаю. Для меня это пока интересно в первую очередь. И какие-то познания первые. Узнать что-то новое для себя. Получить полезную информацию, которую я получила. Все было доступно, интересно, очень понравилось. Помещения можно купить или взять в аренду. Их стоимость формируется на основании рыночной оценки. На это влияет место расположения, текущее состояние объекта и возможность дальнейшего использования. Интересно помещение, которое возможно использовать на первых этажах, со свободным доступом. Но казна города пополняется уже не с такой скоростью. Мы выставляем именно то, что имеем на сегодняшний день. Зачастую это подвальные помещения. Но, тем не менее, существуют отдельно стоящие здания. То есть разнообразная перечень объектов. Все поступления с аукционов перечисляют в бюджет Нижнего Новгорода. Полуразрушенные помещения должны привести в порядок сами покупатели. Подобные аукционы планируют проводить каждую неделю. Юрий Афров, Георгий Захаров. Столица Нижний. В Нижнем Новгороде открылось новое галерейное пространство. Музейная живопись. Оно находится на улице Студеной. Экспозиция первая посвящена классической живописи. Представлены 70 подлинных полотен, пейзажи и натюрморты заслуженных художников России. Высчисли работы Вячеслава Жемерикина, Андрея Широкова и Олега Журавлева. Вход в галерею свободный. Галерея представляет собой некий проект музея во дворе. Хорошая живопись. Она вообще правильно воспитывает человека, облагораживает человека. А если уж человек еще и улыбнется за просмотром какой-то картины, или наоборот, остановится и на несколько секунд задумается об увиденном, то можно сказать, что свою миссию галерея картины выполнили. Нижегородские синоптики У меня на этом все. Спасибо за внимание. Следите за новостями на нашем канале. Сайте stnmedia.ru. Я желаю вам всего доброго и до встречи.